Я же в свою очередь Павлович Попов, выпускник 99 года, я учился здесь, в биоплассе с 96 по 99, сейчас работаю на биологическом факультете, заведующим лабораторией экспериментальных животных, и кроме этого возглавляю биологическое отделение заочно-многопредметной школы. Ну, я по сложившейся традиции начну свой рассказ с того, как я попал в гимназию, и с удивлением должен констатировать, что, как и все, кто об этом говорил, попал сюда более-менее случайно. Попал я потому, что к концу седьмого класса в той школе, где я учился раньше, это была православная гимназия, стало понятно, что мои выходки там терпеть больше не намерен. С другой стороны, моя мама, Надежда Петровна Маркелова, работала с Сергеем Медведевичем в заучной школе, и даже как-то вот мы участвовали в поездке, по-моему, первого класса, да, на Белое море. В общем, мы знали, что есть такая школа, и она вроде хорошая, и там можно учиться. И вот эти два момента, они в большой степени определили выбор биоклассы в гимназии 15-43 в качестве места моего дальнейшего обучения. Что же касается, собственно, заинтересованности биологии, то я не могу сказать, что она тогда меня интересовала. По крайней мере, этот интерес был очень специфичным. Дело в том, что примерно с шестого класса я посещал занятия биологического кружка в зоопарке. Это такой, наверное, самый старый в России юнацкий кружок с хорошими традициями. Многие кюбзовцы там окончали наш класс. Ну и к моменту начала обучения здесь я был таким уже сложившимся матерым, можно сказать, кюбзовцем. А матерым кюбзовцем становится кюбзовец, два раза съездивший в летнюю экспедицию. Но необходимый минимум биологических знаний, который был принят в тогдашнем нашем кругу, он примерно ограничивался способностью определить вид, пол и возраст пойманного вдовилку грызуна. А все, что этот уровень превышал, считалось в некоторой степени таким излишеством. И должен признаться, что с упорством достойного лучшего применения мне удалось пронести этот взгляд на биологическое образование едва ли не половину всего времени, которого я учился в биоклассе. Я беззастенчиво пропускал занятия по субботам, пропускал школьные практики. И даже вот, посыпая голову пеплом, вынужден признаться, что ни разу не был в Молдинах. Хотя добрые люди утверждают, что еще не поздно. И тем не менее, я убежден, что мы все получили, наверное, лучшее школьное биологическое образование, которое вообще можно получить в России. Ведь чем отличается специализированное биологическое образование от просто качественного биологического образования, которое можно получить в школе? Если продуктом качественного биологического образования будет просто грамотный человек, то из специализированных учебных заведений должны выпускаться ученые. Процесс воспитания ученого — это такое дело метафизическое, его очень сложно формализовать. И к нему, видимо, невозможно составить какие-то методики и рекомендации, которые нас сейчас просят составлять в Департаменте образования. И тем не менее, мне кажется, что Сергею Мендельевичу удалось этот процесс ухватить. И вот все мы здесь присутствующие, этому явное подтверждение. Специализированное биологическое образование не просто заключается в углубленном изучении предметов, потому что углубленное изучение предметов, естественно, получить довольно проще. Всех нас в 10-м классе научил Фролёв рисовать структурную формулу нуклеотидов, что позволило нам дать 100 очков любому студенту в любом отделении биопака на протяжении всего времени обучения. Тем не менее, дело, разумеется, не в этом. Давайте попробуем исполнить спецкурсы, через которые мы прошли во время обучения в гимназии. Ну вот, например, я помню, что систематику цветковых растений нам преподавал Шапунов. А его научные взгляды тогда на кафедре считались едва ли не радикальными. Спецкурс по экологии нам читал Жерихин, чьи научные взгляды тогда тоже едва можно было назвать общепринятыми. В общем-то, они стали популярны уже потом, после его смерти. Тогда многие воспринимались штыки. Конечно, приглашение... Да, были и многие другие люди. И, конечно, приглашение таких людей для преподавания в школе требует от администрации школы определенной смелости. Ну, хотя бы в силу того, что они высказывают взгляды, вовсе не принятые в современной науке. И администрация никогда не застрахована от навязчивых вопросов о том, чему вообще вы тут учите. Ну и, кроме того, конечно, и школьники далеко не всегда бывают способны воспринимать то, что говорят специалисты. Например, я там помню хорошо это чувство на спецкурсах. Вот, в частности, Жерихина, который нас охватывал, нам было совершенно ничего непонятно, кроме того, что перед нами великий ученый. Без всяких скидок. Вот, и тем не менее, я утверждаю, что здесь спецкурс, это, наверное, было едва ли не самое ценное, что мы тут получили за 4 года. Ведь у нас была возможность общаться с людьми, находящимися в авангарде, может быть, даже немножко дальше переднего края науки. Мы получали знания из рук людей, которые эти знания создавали. Мне кажется, что этот самый древний способ обучения, то есть обучение личным примером, он единственный действенный и есть при попытке воспитать настоящих ученых. В специальной программе нашего обучения были полевые практики, и также вот эта вот упоминавшаяся уже неоднократно здесь лабораторная практика после 10 класса. И в ходе этих практик мы тоже могли потрогать научный процесс, что называется, напрямую руками. Я уверен, что в этом зале сидят люди, научная судьба которых сложилась во многом благодаря вот этим практикам. Про себя я могу сказать, что когда я все-таки, вопреки своим вот этим вот хрошковским детским амбициям, попал на школьную практику на Кавказ, то в результате я чуть не вступил на кафедру высших растений. И хотя в конце концов я закончил ЗБ, но вот на третьем курсе я имел большие проблемы с руководством кафедры, с чрезмерным увлечением ботаникой. Наконец мне хотелось, мне хочется отметить еще одну особенность нашей школы, которую я, может быть, стал понимать только сейчас, проработав 10 лет в образовании самостоятельно. Мне кажется, что когда мы учились, у биокласса не было единой программы по биологии. Те или иные спецкурсы или просто курсы назначались в зависимости от наличия человека, который может их качественно и зажигательно прочитать. То есть при выборе и расписании курсов, опять же, предпочтение, на мой взгляд, давалось фигуре преподавателя, даже в ущерб некоторой общепринятой последовательности тем в школьной программе. Ну, то есть мы, конечно, все получили прописанные дозы ботаники, зоологии, физиологии и общей биологии, но не в той форме и далеко не в той последовательности, как того требовал стандарт. Однако я не вижу в этом большой беды, так как традиции биологического образования, которые созданы в этих стенах, они на самом деле примерно в 6 раз древнее того стандарта, которые сейчас действуют. И я думаю, что на самом деле более чем в 6 раз эффективнее. Спасибо.